Полный бардак и беспредел. И это все, заметьте, без приказа. Думаю, многие нервно выкурили свой Айкос. Но получилось топор. И они наконец-то смогут свободно рулить по Дворцовой. Может, угрожали ей. Хотя, честно говоря, коммунисты в таких случаях не церемонились. Расстреляли бы к чертям. Привет, это я, Андрей Богданович. Это мой погляд. Каждую неделю я присматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. И это мое личное мнение. На этой неделе меня привлекли следующие темы. Александрийская власть пытается закрыть детсад. На Кировоградщине новый главный слуга народа. К чему приводит попить чай с цепюком. И как полицейские в Кропивницком устроили ДТП на пешеходной улице. Ну, конечно, событие номер один, во всяком случае для меня, это рейдерский захват детского сада в Пантаевке Александрийской властью. Иначе я охарактеризовать произошедшее не могу. Цепюковцы в стиле 90-х, а в принципе и любых годов, решили втихаря уволить всех сотрудников Пантаевского детсада. Вы, ребята, не а-у-е-ли. Для этого, так сказать, задействовали заведующую этого детского садика, которая буквально еще неделю назад просила помощи в борьбе с цепюком. Я не знаю, каким образом нажали на эту заведующую. Может, угрожали ей. Может, пообещали колесо цепюковского рейндж-ровера. Но это колесо, как годичная, в принципе, зарплата этой заведующей. В общем, непонятно. Короче, неожиданно эта заведующая начала всех щемить, чтобы нянечки и другие сотрудники писали заявление об увольнении и забирали трудовые книжки. И это все, заметьте, без приказа. В общем, полный бардак и беспредел. Получается, тут президент Зеленский ездит по всей стране, открывает эти детские садики, а с другой стороны, пока еще вэр Александрии, закрывает их. Так сказать, портит Зеленскому статистику великого будивництва. В общем, в ответ понтаевцы и сотрудники детсада, и родители детей вышли и перекрыли трасу. Это уже была крайняя точка, что люди не имеют больше возможностей, как про протесты высловить, потому что у нас единый садочок, который нам очень нужен для селища. Как-то так дивишься, читаешь, наши дети мают право на дошкельную освету. Так, мают. И дети – это наше майбутнє. И шкода, когда так. Руки геть від нашого садочка. Ми хочемо працювати. У середу до єдиного дитсадка приїхала комісія з міста, яка мала звільнити всіх працівників. Однак люди підписувати заяву відмовилися. Вас попереджували про звільнення? Нет. А на пересадку все смахнуло. Одним потом у міській раді представникам селища міський голова Олександрій Степан Сапюк пообіцяв, що працівників дитсадка звільняти не будуть. Однак через дві години чиновник змінив своє рішення. Я другий раз поїхав, буквально перед цим, як люди дізналися, що його обіцянки нічого не стоють. І я поїхав, і він почав посилатися на то, що він проконсультувався з юристом. Переговори Пантаївського голови з Степіком теж були непонятні. Ми починаємо процедуру прийняття у власність всіх закладів зі збереженням фінансування до кінця року з міського бюджету. Вівторок міська рада приймає рішення про надання згоди передати нам будівлі та майно закладів, які ми перерахували в своєму рішенні. В середу я скликаю позачергову сесію Пантаївської селищної ради з питання прийняття цих закладів. Далі почнеться процедура перереєстрації закладів, власниками яких стане селищна рада. В п'ятницю, за словами, це все переказує вам бесіду з міським головою. В п'ятницю міський голова скликає сесію позачергову Олександрійської міської ради по питанню фінансування до кінця бюджетного року. Пока ще мэр Олександриї, по словам Паттаївського голови, говорить одно, а делает другое. Активісти почали задавати вопрос. Раз пока ще мэр Олександриї так себя нагло ведет, і облгосадміністрація не вмешивається в цю історію, то, може, Цапюк – це соратник Болоня в його темних делишках? Так і спрашивають, може, Цапюк заносив Болоню, щоб той не влазив в александрійські діла? Таке предположення заставило облгосадміністрацію наконец-то засуетиться. І пригласить на переговори і александрійську власть, пока ще александрійську власть, і Пантайського голову світсовета. В общем, облгосадміністрація попыталась разрулить эту проблему, але тапулося топорно. В общем, чиновники, обезглавленні облгосадміністрації, предложили з сторонам договоритися. «Ти ці ріць!» – це реально в стилі Болоня, так скажість, порешати, решила облгосадміністрація. Ви, чиновники, ви ж не забувайте, що ви за деньги налогоплательщикам работаєте, то є за наші деньги, і должны следить за соблюдением местной власть закона. А то, как пока еще Александрийская власть закрывает понтаевский детсадик, это ну нифига не правовые отношения, это что-то странное. Как я уже говорил, очень похоже на рейдерство. Пока, по моим данным, ситуация в развитии. И вот последнюю информацию, которую я видел, я встретил на ресурсе «Точка доступа». Там пишут, что начальник управления образования и науки, облгосадминистрации Владимир Табаранский заявил, что закрытие детсада, пока еще Александрийской властью, приводит к нарушению прав детей и трудовых прав сотрудников детсада. Логично. Не правда ли? И чтобы как-то это исправить, договорились, что понтаевский сельсовет создает новое юридическое лицо для детсада. То есть, старое юридическое лицо все-таки закрывают этот детсад, я так понимаю. Сотрудники детсада получат работу уже от нового юрлица, туда же будут переведены и дети. Пока еще Александрийская власть передает в собственность понтаевки помещение детсада и всю материально-техническую базу. Это, кстати, надо еще проинвентаризовать. Кроме того, Александрия должна до конца года проводить дофинансирование детсада. Я думаю, что затише, которое может быть после этой человеческой бури, будет недолгим. Слишком велика обида пока еще мэра Александрии на понтаевцев за то, что они решили создать свою громаду. Подальше от СПК. Так что детсадом и маршруткой, я так понимаю, это все не закончится. Ну а активисты считают, что облгосадминистрация просто слила понтаевку в пользу пока еще Александрийской власти. И поддалась на шантаж от Степана Цапюка. Ну, в общем, понтаевцы, вы держитесь. Попил называется кофе с Цапюком. Это я про Егора Ёщика. Он каким-то образом стал победителем конкурса от провластного ФБ ресурса с участной Александрии. В Фейсбуке появились милые фотографии, встречи двух мужчин, кофе, сладости, ну, все дела. Но прошло немного времени. И, ну, как немного, и месяца не прошло. Егор Ющик стал брутальным до нельзя. На видео, которое появилось совсем недавно, на этой неделе, он обвиняет Александрийский горсовет в нарушении Конституции Украины и призывает журналистов объединиться, чтобы защитить эту Конституцию. Вполне возможно, что и запись была сделана в день Конституции. Муниципальная варта міста Александрии только так может затримать действительно тех, кто порушает правила не согласно закону. Прошу вас не дать в видеоматеріал, где действительно было нарушено правила, где они применяют силу, где они действительно подкориваются закону, который не выможен в Украине, а только Александрийской Министерской Ради, который постоянно осудит в Министерном суде, что их обязательства есть незаконные, ни где не принято в Украинской Конституции, про то, что Александрийская Министерская Рада постепенно нарушает закон, потому что это действительно порушение Александрийской Министерской Ради, а именно место Степана Кириловича Цепюка, про то, что действительно их законы, они не имеют намера вообще в Украинской Конституции Украины, про то, что это бандитист 90-х роков, набиты, покориты, про то, что унизите людину, поэтому я вас прошу зараз зарегистрироваться действительно так, потому что это не может принижение людской гидности. Надеюсь, хоть кто-то что-то понял. Обстоятельства, конечно, таких видеопризывов помощника депутата Горсовета Дожджаника, а молодой человек имеет именно такой социальный статус, так вот обстоятельства странные. Такое впечатление, что ребята где-то что-то, вполне возможно, что и День Конституции хорошо отмечали, ну, одного из них задержали, а вот Егор Рьянов вступился за товарища практически в прямом эфире. Я требую продолжения банкета. А может, это Егор Ющик и Степан Кириллович перед этим на чаепитии поспорили, что, мол, Егор будет откровенно в центре Александрии критиковать Цепюха, и ему за это ничего не будет. Попробуй, ответил Степан Кириллович, и вот Ющик пробует. Или наоборот, посмотрели Цепюк с Егором Ющиком, так сказать, эти милые фотки чаепития совместного, и пока еще мэр Александрии говорит, что, мол, какие-то эти фотки слишком сладкие. Ты, Егор, давай выпей на днях и разнеси, значит, меня в пух и прах, например, там, в центре Александрии. Я хочу, чтобы ты ломал меня. Да? Да. Извращенец, что ли? Я хочу, чтобы ты издевался надо мной. Станешь, Егор, значит, таким оппозиционером к александрийской власти. А я такое потом оп и скажу, мол, а у Степана Цепяка очень даже приличное отношение с александрийской оппозицией. Вот сидим, чаевничаем, бублики едим. В общем, красавец Егор Ющик дважды засветился. Услуги народа новый областной глава. Александра Дануцу сместили, на его место назначили Никиту Патураева. Это, конечно, скандал не уровня корабельной сосны и бегающего Зеленского с криками «Бабада, Бабада!», но, думаю, многие нервно выкурили свой Айкос. О Кировоградском перевороте в «Слуги народа» сообщила Соня Кошкина и издание «Левый берег». Дануцу сместили без обсуждения после интервью как раз этому изданию. За какую фразу – непонятно, но процитирую самого Александра Дануцу, может быть, за эту. Если мы тоже будем исправлять ошибки, брать пример в этом с президента, все будет хорошо. Если нет, нас сметут, снесут. Надеюсь, хотя бы на выборах, а не на Майдане. Впрочем, даже после этой фразы и откровенного отстранения, так сказать, от партийной власти, Дануцу заявил, что остается преданным членом партии «Слуга народа» и остается с президентом. Просто какой-то коммунистической схемой повеяло от всех этих событий. Хотя, честно говоря, коммунисты в таких случаях не церемонивались. Расстреляли бы к чертям и Дануцу, и его товарищей. Ну, и из развлекательного два видео. Первый – это фейл крапивницкой полиции. Почему-то она решила нарушить правила дорожного движения и проехаться по пешеходной улице Дворцовой. Но не рассчитали, так сказать, клиренс, и машина просто села пузом на заграждение. У нас, до пригоди, никто не постраждал. Транспортный засед механических пошкоджений не отримал. Даже боюсь предположить, как-то отразится на работе самих полицейских. Будут они теперь ездить там постоянно, то есть снимут заграждение. Или наблюдать, чтобы другие не нарушали. Ну, или, может, им просто купят внедорожник, и они, наконец-то, смогут свободно рулить по Дворцовой. Ну, и такое отношение к движению на Дворцовой – это показатель, крепкая в городе власть или нет. Контролирует она хотя бы то, чтобы Дворцовая оставалась пешеходной улицей. Ну, и второй видос – это рыбалка, чтобы вы понимали, на Попова. Че ловишь? Краешь еще нормально? На че ловишь? На шо? На опарыша? Это шо, сколько споймал? Много? Ну, хорошо. Удачного клево. Оказывается, и там можно ловить рыбу. Какую? Карасей, карпа, белого амура, я даже не знаю. Может, там верховодка с плотвой вот такая. Говорят, ловят на опарыша. Я так понимаю, водоем еще не имеет названия. Но, в любом случае, не повторяйте за поповскими рыбаками. На этом все. Лайкайте, комментируйте и помните. Все изменяются на краще, я надеюсь, даже для понтаевских детей. Пока.